Всем привет! 8 сентября 1914 года на полях Украины, подо Львову, было немножко сложно. Там гремели взрывы, стреляли ружья, винтовки, стрекотали пулеметы, а в небе крутились этажерки, самолеты. Началась Первая мировая война, и русская армия сошлась на полях полиции с австрийцами. День этот знаменит тем, что именно 8 сентября 1914 года, то есть 105 лет назад, русский летчик, штабс-капитан Местеров, совершил в первой мире таран, сбив таким образом австрийский самолет. История-то всем давно известна, но я позволю себе прочитать доклад по результатам следствия разобравшего, чем все это закончилось. Акт расследования гибели летчика Местерова. Посмотром разбитых аппаратов и опросом свидетелей воздушной борьбы штабс-капитана Местерова с австрийским биномонопланом системы Альбатрос выяснилось. Первое. Штабс-капитан Местеров уже давно выражал мнение, что является возможным сбить неприятельский воздушный аппарат ударом сверху колесами собственной машины по поддерживающим поверхностям неприятельского аппарата, причем допускал возможного полученного исхода для таранящего летчика. Штабс-капитан Местеров неоднократно выражал мысль, что неприятельская воздушная машина летать над 11-м авиационным отрядом беспрепятственно не будет. Третье. Решение таранить и сбивать неприятельские воздушные машины у штабс-капитана Местерова зародилось уже давно. Так, в Дубном числа 5-6 сего августа им был приспособлен нож к задней конечности фюзеляжа, которому он предполагал разрезать оболочку неприятельского дирижабля. Во время пребывания в злочие он решил приспособить к хвосту аппарата длинный трос с грузом, которым надеялся опутать винт неприятельского аэроплана, пролетая перед носом такового. Четвертое. Об опасности такого рода действия товарища покойного ему неоднократно указывали, наставив на том, что при ударе к воду хитаранищий аппарат должен обязательно поломаться. На что штабс-капитан Местеров отвечал, что это еще не доказано, а наконец, если аппараты сломятся, то это еще ничего не значит, так как все равно когда-нибудь разбиваться придется, а жертвовать собой есть долг каждого воина. Пятое. 26 августа, 8 сентября по нынешнему стилю, штабс-капитан Местеров для преследования неприятельского аппарата подымался два раза. При первом подъеме, это случилось в 10 часов 30 минут утра, догнать неприятельский аппарат не удалось. Кроме того, при подъеме еще на земле оборвался трос с грузом, после чего штабс-капитан Местеров спустился и поехал в канцелярию, велев предупредить себя, если появится неприятельский аппарат. Вскоре вновь появился тот же аппарат. Штабс-капитан Местеров поехал на аэродром на автомобиле, спешно сел на свой двухместный аппарат системы Морон-Солнье, так как одноместный разбился. Садясь в аппарат, он настолько спешил, что даже к нему не привязался. На слова поручика Кованько, что что будешь делать, возьми хоть Браунинг, штабс-капитан Местеров ответил, ничего, я как-нибудь обойдусь. Штабс-капитан Местеров быстро выиграл высоту и нагнал неприятельский аппарат в трех с половиной верстах северо-западной деревни Лепина в 12 часов 5 минут дня. Здесь, будучи значительно выше неприятельской машины, он спланировал на нее, очевидно, с целью сбить ее колесами. Вследствие трудности, учесть поступательную скорость обеих машин, аппарат штабс-капитана Местерова не ударил австрийский аэроплан колесами, а врезался мотором между двумя несущими поверхностями бина-моноплана. Доказательством сего служат а. Совершенно изломанный винт Морана б. Обмотавшийся вокруг обломка того же винта наружной покрышкой Бауденовского гибкого вала от счетчик оборотов в. Поломка вала, отделение мотора от аппарата и отдельное ее падение на землю метров 130 от первого. Восьмое. По характеру падения Морана штабс-капитана Местерова в спирали можно заключить, что крылья такового в первый и последующий после столкновения момента остались целым, а если прогнулись, то незначительно. Девятое. Штабс-капитан Местеров вылетел из аппарата и упал на землю отдельно от машины метров 25 от нее. Момент отделения его от аппарата установить не удалось. Имеется показание, что он вылетел в самый момент столкновения аппаратов, но некоторые показывают, что это случилось значительно ниже указанной точки. Десятое. Осмотр обломков указывает на то, что шасси прогнулось или подломилось уже в воздухе, нижние тросы ослабли, и в момент касания земли аппарат сложился так, что концы крыльев смотрели в одну сторону. Из всего вышеизложенного надлежит вывести заключение, что штабс-капитан Местеров сознательно, презрев личную опасность, преднамеренно поднялся, настиг и удалил неприятельский аэроплан собственной машиной, что от силы столкновения собственный аппарат штабс-капитана Нестерова только пострадал, что штабс-капитан Местеров спуститься на нем не мог, был выброшен из аппарата при одном из резких движений последнего и погиб, разбившись о землю, подписал председатель комиссии генерального штаба капитан Лазарев, члены военный летчик-поручик Передков и военный летчик-поручик Кованько. Кстати, Кованько прибыл в отряд накануне и предлагал Нестерову атаковать австрийца парой и принудить его к посадке. Но Нестеров отдал приказ перебрать клапана на аэроплане Кованько. Некоторые оценят этот приказ как преднамеренный, потому что при повторном появлении австрийского самолета к полету был готов один аппарат. Нестеров, конечно, был герой, но лавры первого тарана, первого воздушного боя отдавать, пусть даже колей по службе, он не хотел. Вот есть такой момент. Конечно же, Нестеров был герой, но получилось то, что получилось. В тот же день у войскан 3-й армии был выпущен приказ, в котором было сказано так. Слава ему, геройски исполнившему свой долг перед Родиной. Да будет его подвиг всем примером, и да найдет себе силу каждой поступить, как поступил штабс-капитан Нестеров, если обстоятельства этого потребуют. Вот такая история. Первый человек, совершивший мертвую петлю, по сути дела ставший основоположником всего высшего пилотажа, в дальнейшем стал основоположником воздушного боя, потому что на тот момент на самолетах пулеметов еще не стояло. Вооружались браунингами, маузерами, в общем, ручным оружием. Привязывали гири, пытались как-то приспособить самолетов боевым действием. Уже вскоре на самолетах появятся пулеметы, и начнется совсем другое время. Но Нестеров к этому времени уже разбился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!